Вслед за повышением пособий обычно начинают расти и цены, в первую очередь на продукты. Впрочем, с этим намерены бороться так называемые народные контролеры. Этот проект недавно инициировали единороссы. Суть проста. Энтузиасты, в основном пенсионеры, ходят по рынкам и магазинам и изучают стоимость товаров. После этого сведения о том, где дешевле, разносят народные молва. И по словам инициаторов проекта, остальные магазины снижают цены. Мы обнаружили, что на птичьем рынке картофель по 12 рублей. Эта молва очень быстро распространилась среди пенсионеров. Там был импортный завезенный картофель из Казахстана. Рынок практически был переполнен покупателями. И это позволило и ветеранам решить проблемы обеспечения картофелем и быстро реализовать продукцию. Этот метод был взят на вооружение другими рынками. В результате пенсионерских рейдов выяснилось, чаще всего цены задирают в мелких торговых точках, в магазинах шаговой доступности. Накрутка в них доходит до 50%. Впрочем, некоторые продукты, по данным чиновников от торговли, дорожают не только по вине продавцов. Так, стоимость молока и мяса выросла из-за засухи. А вот цены на хлеб и макароны, по словам специалистов, в ближайшее время не дрогнут. У нас есть зерно в Краснодаре, у нас на Кубани, у нас на Алтае элеваторы, которые снабжают в том числе и Челябинскую область этим зерном. Наши предприниматели имеют там запас. Продолжение следует...